Пластиковая карточка вместо книжки. Более миллиона украинцев уже перешли на паспорта нового образца. Однако, чтобы они почувствовали преимущество нового документа, учреждения должны модернизироваться. 39 ЗАГСов в столице уже обеспечены специальными считывателями, которые позволяют получить информацию с электронного носителя. Когда подобные устройства заработают в остальных регионах Украины, узнавала Ольга Михалюк. Алла пришла в районный ЗАГС, чтобы зарегистрировать своего новорожденного ребенка. Волнуется, чтобы процедура не заняла много времени, ведь дома маму ждет грудной малыш. Очень волнуюсь, но представители ЗАГСов сказали, что у них есть устройство, которое позволяет считывать ID-карточку. Таким образом, регистрирую первый раз. Надеюсь, удачно. Специальное устройство считывает информацию с электронного паспорта за несколько секунд. Через пару минут специалист распечатывает документ, который заверяет начальник отделения и мама. Присутствие отца не требуется. Такими считывателями пока обеспечены лишь 39 подразделений Минюста в Киеве. Это не только ЗАГСы, а и нотариальные конторы и государственные исполнительные службы. В нотариальной конторе там люди оформляют наследство. Отделение государственной регистрации актов гражданского состояния – это и рождение, и смерть, и смена имени. Государственная исполнительная служба – например, оплата некоторых долгов, там, где надо идентифицировать особу или оплата алиментов. В регионах подобные новшества пока встречаются редко. Да и преимуществами ID-карточки пользуются далеко не все, говорят специалисты. Прогнозируют, что активно устанавливать считыватели в регионах начнут после того, как увеличится спрос на электронные паспорта. Пока их получили около миллиона украинцев. С каждым днем количество обращений на получение ID-паспорта увеличивается. Так же, как и количество оборудования, которое позволяет принимать заявления граждан на их оформление. Возможно, 5-6 лет и государство полностью перейдет на биометрические паспорта внутреннего пользования. Переход на ID-паспорта был одним из требований Еврокомиссии. Это позволит Украине перейти на электронное управление, которое разрешит получать услуги дистанционно и сделать их прозрачными. Ольга Михалюк, Петр Галко, UATV.